Вы когда-нибудь слышали о Клубе 27, группе известных музыкантов и других артистов, которые умерли в возрасте 27 лет? Как оказалось, это не единственный возраст, в котором некоторые молодые знаменитости ушли из жизни. В этом видео будет рассказано о знаменитостях, которые трагически погибли, не дожив до 30 лет. R&B-певица Алия была музыкальной иконой 90-х и стояла на пути к еще большей славе, когда умерла в возрасте 22 лет. В тот момент своей карьеры она отошла от музыкального бизнеса и обратила взор на большой экран. Она снялась вместе с Джеттом Ли в фильме 2000 года Ромео должен умереть, а затем сыграла главного вампира в ленте Королева проклятых, которая с тех пор стала культовой классикой. В августе 2001 года Алия отправилась на Багамы для съемок клипа на песню Rock the Boat. Как позже вспоминал её бойфренд Дэймон Дэш в эпизоде шоу The Real в 2016 году, певица не решалась сесть в маленький самолет, двухмоторную Cessna 402B, но она благополучно добралась до места назначения, сняла видео и отправилась домой. Увы, вскоре после взлета самолет рухнул недалеко от взлетно-посадочной полосы, после чего загорелся. Алия и восемь других пассажиров погибли сразу. Кристофер Уоллес, он же Notorious Big, он же Бигги Смоллс, оставил яркое наследие в мире рэпа, пускай при жизни выпустил только один альбом. Уроженец Нью-Йорка стал легендой хип-хопа Восточного побережья со своим крутым баритоном, узнаваемым на всех его треках. Подписав контракт с лейблом Bad Boy Records Шона Компса, Бигги выпустил культовый сингл Juicy в августе 1994 года. Его первый альбом Ready to Die вышел в следующем месяце. К сожалению, успехи Бигги были недолгими, так как он умер всего через три года после выхода дебютного альбома. 9 марта 1997 года в него стреляли на светофоре в Лос-Анджелесе, что привело к мгновенной смерти певца. Второй альбом рэпера, с устрашающим названием Life After Death – Жизнь после смерти, должен был выйти всего через две недели после его безвременной кончины. По сей день убийство Бигги остается нераскрытым. Более того, оказывается, что рэпер беспокоился о своей безопасности во время поездки в Лос-Анджелес. В одном из своих последних интервью он размышлял о том, что любой, кто также известен как он, является мишенью. Как он выразился, они нападут на тебя, если ты будешь наверху. Теперь твоя работа – выкручиваться из разных ситуаций. Мне нужна охрана» Тупак Шакур родился в Гарлеме, штат Нью-Йорк, хотя он и считается легендой рэп-сцены Западного побережья. Его семья испытывала финансовые трудности и в конце концов оказалась в Балтиморе, штат Мэриленд. Именно там он начал позиционировать себя как творческую личность, учась в Балтиморской школе искусств. Затем семья отправилась в Марин Сити, штат Калифорния, чтобы сбежать из своего старого криминального района. К 1991 году Шакур записал свой первый сингл, что привело к заключению контракта с Interscope Records. Он выпустил 4 платиновых альбома при жизни и ещё больше после смерти. По состоянию на 2021 год было продано более 75 миллионов копий его альбомов. Нет никаких сомнений в том, что звезда Шакура сияла бы ещё ярче, если бы не его смерть в сентябре 1996 года в возрасте 25 лет. В то время он был в Лас-Вегасе, чтобы посмотреть боксёрский поединок Майка Тайсона. Когда он уезжал, он был убит выстрелом из проезжающего мимо автомобиля. Пятый альбом певца был выпущен всего через восемь недель после его смерти и занял первое место в чартах. Его убийство остаётся нераскрытым по сей день. Для человека, который за свою жизнь снялся всего в трёх художественных фильмах, влияние Джеймса Дина, как голливудской звезды, не имеет себе равных. Его имя является синонимом классического фильма Бунтарь без причины 1955 года, поскольку он стал представлять молодёжную культуру того десятилетия. Родившийся в Марионе, штат Индиана, Дин в молодости постоянно мотался между своим родным штатом и Калифорнией. В конце концов, он бросил колледж и поступил в престижную актёрскую студию Ли Страсберга в Нью-Йорке. В письме, которое он написал своей семье в 1952 году, Дин хвастался встречей с другими присутствовавшими на мероприятии актёрами, такими как Марлон Брандо и Джули Харрис. Как он пояснил в письме, «Если я смогу продолжать в том же духе и ничто не помешает моему прогрессу, однажды я смогу внести свой вклад в этот мир» Душераздирающий, однако, но у Дина не было возможности внести гораздо больший вклад после того, как он ворвался на сцену. Он любил быстрые машины, и, получив приличный гонорар за фильм «К востоку от рая» 1955 года, купил себе Porsche 550 Spyder. 30 сентября 1955 года он ехал в кабриолете, получив штраф за превышение скорости в 15.30, а всего через два часа столкнулся с седаном на шоссе недалеко от Чолама, штат Калифорния. Он погиб почти мгновенно в возрасте 24 лет. Способствовала ли безвременной кончине Хита Леджера роль Джокера в Темном рыцаре 2008 года? 22 января того же года массажистка нашла актёра мёртвым в его квартире в Нью-Йорке. Ему было всего 28 лет. Токсикологический отчёт показал, что он умер от случайной передозировки, отпускаемыми по рецепту лекарствами, большинство из которых были обычными обезболивающими, успокоительными и снотворными. Леджеру, несомненно, было трудно играть Джокера. Как сказал его сосед по квартире и тренер по постановке речи Джерри Гренелл журналу People в 2017, актёр был истощён эмоционально и физически. Гренелл также отметил, что он ловил Леджера, бродящего по квартире поздно ночью, и когда пытался уложить его спать, актёр просто отвечал, «Я не могу спать, чувак!» У Леджера осталась дочь Матильда, мать которой – его бывшая девушка и коллега по фильму «Горбатая гора» Мишель Уильямс. Дженнис Джоблин была рок-иконой, но, к сожалению, её пребывание в центре внимания длилось всего несколько коротких лет. Родившаяся в Порт-Артуре, штат Техас, она была известна своим бунтарским характером и любовью к музыке, часто посещая бары Луизианы, чтобы полюбоваться коллегами-артистами. После непродолжительного пребывания в Лос-Анджелесе в 1961 году она вернулась в свой родной штат, где поступила в Техасский университет в Остине, где пела в группе. После ещё нескольких попыток прославиться как в Калифорнии, так и в Нью-Йорке, она присоединилась к психоделической рок-группе Big Brother and the Holding Company и прославила её своим ярким вокалом. Увы, злоупотребление Джоблин амфетамином, героином и алкоголем привело группу к расколу. Она ушла из Big Brother в 1968 году, чтобы заняться сольной карьерой, выпустив в следующем году свой первый альбом, I Got Them Old Cosmic Blues Again, Mama. Он был встречен неоднозначными отзывами, и зависимость певицы только усилилась. 4 октября 1970 года она умерла от передозировки героина в гостиничном номере Лос-Анджелеса. Ей было всего 27 лет. Её второй альбом Perl был выпущен посмертно и четыре раза становился платиновым. Взлёт Эми Уайнхаус к славе и последующее трагическое падение были задокументированы для публики таблоидами и папарацци в середине 2000-х годов. Певица достигла большого успеха в раннем возрасте, когда в 16 лет её друг передал демозапись лейблу A&R. Впоследствии это привело к подписанию контракта с Island Universal. Её дважды платиновый альбом Frank в 2003 году позволил ей подняться ещё выше, но в это же время за певицей закрепилась репутация нестабильной тусовщицы. Отказ Уайнхаус пройти реабилитацию от алкоголизма привел к выпуску её самого успешного альбома 2006 года Back to Black. Она даже спела об этом опыте в популярном сингле Rehab, который в то время стал самым успешным дебютом британки в Соединенных Штатах. Однако, по мере того, как Уайнхаус становилась всё более популярной, её поведение и зависимость вызывали всё большую тревогу. Как вспоминал её лучший друг Тайлер Джеймс в подкасте радио RNZ в 2021 году, от неё многого ждали. Вокруг было очень много давления, и была необходимость быть этим персонажем, той самой Эмми, которая выиграла 5 Грэмми. Эта жизнь была не для неё, она не хотела быть знаменитой, она ненавидела это. 23 июля 2011 года Уайнхаус умерла в своем доме от отравления алкоголем. Ей было всего 27 лет. Имя Сида Вишеса знакомо многим поклонникам панк-музыки, однако его пребывание в качестве басиста Sex Pistols было исключительно коротким. Саймон Джон Ричи родился в Лондоне, Англия, и его ранняя жизнь была полна неопределённости. Его мать страдала героиновой и опиатной зависимостью и выгнала сына из дома, когда ему было 16 лет. В 1977 году Ричи, бросивший школу, привлёк внимание менеджера Sex Pistols Малькома Макларена, который считал, что у молодого человека идеальная внешность панк-музыканта, необходимая для группы. Группа стала легендарно успешной, но затем в 1978 году они отправились в тур по США, который продлился всего восемь концертов, после чего группа распалась. После этого Вишес мог сосредоточиться на отношениях со своей девушкой, Нэнси Спанжен, с которой переехал в Нью-Йорк. В то время она пыталась работать его менеджером, но пара была скорее занята усугублением своей наркозависимости, что в конечном итоге привело к убийству Спанжен после смертельного ножевого ранения. Вишес признал свою вину и был обвинен в убийстве второй степени. После нескольких тюремных сроков он был освобожден под залог 1 февраля 1979 года. Но после того, как музыкант отпраздновал свой выход на свободу, приняв героин, он был найден мертвым в нью-йоркской квартире менее чем через сутки после освобождения. Ему был всего 21 год. Вокруг загадочной смерти фронтмена группы The Doors Джима Моррисона возникло множество различных теорий, но одно остается несомненным – он умер слишком рано. Моррисон познакомился с остальными своими товарищами по группе во время изучения кинопроизводства в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, и в 1965 году они сформировали культовую рок-группу. В следующем году они быстро подписали контракт с лейблом, а затем выпустили свой одноименный дебютный альбом в январе 1967-го. Несмотря на успех коллектива, личная борьба Моррисона с алкоголизмом негативно повлияла на группу, и его даже дважды арестовывали за выходки на сцене. К 1971 году Моррисон и The Doors выпустили свою культовую песню LA Woman, после чего в марте того же года он переехал в Париж. Музыкант недолго прожил во Франции и провел это время на вечеринках, что, вероятно, привело к его безвременной кончине. 3 июля 1971 года 27-летний Моррисон был найден мертвым, и с тех пор появлялись разные истории о том, как именно он умер. Его девушка Памело утверждала, что после ужина и свидания в кино они вернулись к себе домой и легли спать. Когда Моррисон проснулся, почувствовав себя плохо, он принял ванну, где Памело в конце концов и нашла его мертвым. Но другую версию рассказал его биограф Сэм Бернетт, который утверждает, что Моррисон умер от передозировки героина в туалете Парижского ночного клуба. Поскольку вскрытие не проводилось, смерть музыканта остается загадкой. Наряду со своими современниками, такими как Pearl Jam и Soundgarden, Нирвана навсегда останется любимой за то, что возглавила гранж движения 90-х годов. Этот жанр возник как прямой ответ на совершенно разные музыкальные стили предыдущего десятилетия – напыщенное звучание синти-попа и гламурные излишества хейер-металла. В то время, когда молодые люди были полны страхов, гранж был их бунтарским выбросом. Курт Кобейн основал группу Нирвана в 1988 году, но только когда они подписали контракт с Geffen Records в 1991 году и выпустили свой второй альбом Nevermind, они стали иконами, какими их помнят сегодня. В январе 1994 года, всего за несколько месяцев до своей трагической смерти, Кобейн сказал журналу Rolling Stone, Примерно в то же время, когда Нирвана открыла свой звукозаписывающий лейбл, Кобейн экспериментировал с героином, чтобы справиться с растущим давлением, вызванным тем, что его творчество внезапно стали считать коммерческой деятельностью, против чего он всегда восставал. 5 апреля 1994 года он покончил с собой в своем доме в Сиэтле, штат Вашингтон. После него остались жена и коллега по музыкальной карьере Кортни Лав и маленькая дочь Фрэнсис Бин. Ему было всего 27. Если у вас или у ваших знакомых сложилась сложная жизненная ситуация, то это серьезно. Позвоните по телефону доверия психологической помощи 8 800 333 44 34 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова